К приезду переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик регион готов на все 100%. Первый поезд прибыл в Самарскую область 25 февраля. Уже на следующее утро началось заселение во временные пункты пребывания. Один из таких организовали на базе отдыха дубки в Самаре. Прибывшие прошли ПЦР-тестирование, их осмотрели медики. Специалисты миграционной и социальной службы оказали необходимые консультации и помощь с оформлением документов. Встретиться и пообщаться с переселенцами приехал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что для людей организовано комфортное проживание и четырехразовое питание. Все в порядке? Нет каких-то проблем, вопросов, что-то не хватает? Все есть. Привезли его. Также для переселенцев организовали единовременные выплаты. Руководитель главного управления социальной защиты Самарского округа Лариса Дубровина пояснила, что весь пакет документов для оказания медпомощи уже собран. В понедельник их отправят в Ростовскую область, где займутся перечислением денег. Средства люди должны получить в течение недели. Мы вчера весь день принимали документы, пакет документов от граждан, которые прибыли с Украины, из ЛНР, ДНР, на оказание материальной помощи, единовременный выплат. Единовременный выплат в размере 10 тысяч рублей. Особое внимание сейчас уделяют детям, их половина от всех прибывших в регион переселенцев, среди которых 6 младенцев до года. В пунктах временного размещения оборудовали детские комнаты. Там с ребятами занимаются волонтеры и опытные педагоги. 44 ребенка школьного возраста, которые сейчас проживают в Дубках, со следующей недели начнут учиться. Их готова принять 43-я школа. Для доставки ребят в образовательное учреждение организуют транспорт. Кроме детей и пожилых в Дубки приехали студенты. Анастасия Голубоярова и Светлана Бескупская летом должны были получить диплом об окончании Донецкой национальной академии строительства и архитектуры. Девушки переживают, как теперь быть, но губернатор обещал помочь с завершением обучения и получением дипломов в одном из университетов Самары. Технический университет очень хороший, очень хорошего уровня. Постараемся, чтобы все возможности для вас создать. Спасибо вам большое за это. Ну а там ребятам и девчатам расскажите немножко, а то не все просто понимают, что там происходит у вас реально. Во время поездки в пункт временного размещения делегация также посетила столовую, жилые корпуса и медицинские кабинеты, где при необходимости с людьми работают психологи. Кроме региональных и городских властей, свою помощь переселенцам оказывают жители региона, общественные и волонтерские организации. Максим Магомедов, Михаил Ермоленко, События.